СОЮЗОНЛАЙН Здравствуйте! В эфире «Союз Москва» из исторического парка «Россия. Моя история». Мы находимся в зале «Святой Владимир». Здесь представлен последовательный рассказ о личности и деятельности святого равноапостольного князя Владимира. Первый стенд посвящен языческому периоду в жизни князя, когда он был властным, жестоким правителем, одержимым согласно летописи блудной страстью и поклонявшимся идолам. Здесь же повествуется об убийстве первых на Руси христианских мучеников, святых Феодора и Иоанна. Согласно летописному сказанию, во время одного из языческих празднеств в жертву богам по жребию должны были принести юношу-христианина Иоанна, сына варяга Феодора, принявшего православие в Византии. Однако отец отказался отдавать сына в жертву идолам, как он сказал «не дам своего сына бесам». И оба они, и Иоанн, и Феодор, погибли под развалинами обрушившегося дома, который обрушили разгневанные киевляне-язычники. Возможно, именно это мужество христианских мучеников, которое видел князь Владимир, привело его к интересу, к православию и к мысли о принятии христианской веры. Сам князь Владимир уже после своего крещения воздвиг на месте мученической кончины святых Феодора и Иоанна первую в Киеве каменную церковь, Десятинную. Ну а крещению князя Владимира в Херсонесе посвящен следующий стенд. На этом же стенде представлена информация и о величайшем событии в русской истории – «Крещение Руси». О том, насколько велико было это событие для всей русской истории, говорят и цитаты из текстов великих людей, которые можно увидеть здесь, на стенах зала. Например, Александр Сергеевич Пушкин писал, «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. В нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого с самой древности. Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности». Сам князь Владимир, приняв христианство, совершенно переменился. Этой перемене посвящен следующий стенд. Князь Владимир превратился из жестокого языческого правителя в милосердного христианина, много заботился о своих подданных, также заботился об искоренении языческих обычаев. Он не только уничтожал языческих идолов, но и боролся, например, с кровной местью, отменил смертную казнь, заменив ее высоким денежным штрафом. Также он много заботился о грамотности своих подданных. Именно при нем было создано на Руси первое учебное заведение, где учили учению книжному. Также князь оставался и государственным деятелем, заботившимся о могуществе русского государства. Он много строил на Руси крепостей, заботился об обороне русских рубежей, но строил он не только крепости, а также деревянные и каменные храмы. Прославился святой князь Владимир и своей благотворительностью. Он устраивал обильные пиры для всех приходящих. Если помните, в былинах о русских богатырях не раз упоминаются пиры у князя Владимира. Ну и, кроме этого, отправлял он обузы по Киеву, на которых развозили еду всем нищим, больным и немогущим выйти из дома. То есть возили еду и раздавали всем, кому она была необходима. Итогом крещения Руси стало появление многочисленных произведений христианского искусства, которые мы можем увидеть здесь, если прикоснемся к интерактивному экрану. Например, соборы, произведения белокаменного зодчества Древней Руси, или фрески, роспись по сырой штукатурке. Вот, например, фреска «Страшный суд». Также здесь можно увидеть прославленные древнерусские иконы. К примеру, чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, привезенную на Русь из Византии. А также другие иконы. Вот Спас нерукотворный. А вот Донская икона Богородицы. Можно узнать о традициях, связанных с различными праздниками. Ну, а я напоминаю, что мы находимся в зале «Святой Владимир» исторического парка «Россия. Моя история». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова